Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях известный очень нашим зрителям человек Андрей Петруцкий. Эколог-активист, я вас так для себя определяю, потому что везде, где проходят экологические акции, там мы вас видим. Итак, Андрей, вот что я хотел спросить. Началась весна, будем так говорить, наконец-то началась весна. Вместе снега уже лужи, все это придется переживать нам. И вместе с этими лужами, вместе с весенними вешними водами, пойдет и, наверное, вся грязь у нас в почву. Давайте с этого начнем. Есть такое опасение? Весной, как бы наоборот, происходит. Размыв концентрацию вредных веществ почвы и немножко уменьшать содержание. А, ну все-таки, слава богу, тут есть какой-то позитив. Да, но с другой стороны, весной, после зимы, выплывает вся грязь, которую мы накопили за зиму, которую мы даже накопили в своем сознании уже до последних десятилетий. И скоро вот этот накопленный, этот гнев людской, он будет плескаться через края, потому что надо какие-то меры предпринимать к свалкам, к распределению промышленных предприятий в городе. В будущем Рязани у нас совершенно нет никакого плана, сколько мы в Рязани еще построим новых предприятий, вместе с новыми губернаторами, которые сюда придут. Хотя ничего нельзя в черте города строить. Сколько мы еще свалок будем здесь терпеть в черте города. Хотя по ГОСТу, по СНИПам нельзя в черте города делать промышленные полигоны отходов и бытовых. Вот поэтому такое настроение активности у нормального любого человека, который чистит, начинает с себя, своего двора, своего сада и хочет видеть, так сказать, окружающую землю приятной, удобной для жизни. Еще вот, ну, вновь, видимо, сейчас также активизируется вот эта вот, ну, как бы я сказать, неприятная такая вот активность вокруг застройки Солочи. Потому что, ну, как-то вот сердце чует, что называется, и сейчас начнут опять покушаться. Совершенно верно. У вас очень чуткое сердце. Невзирая на то, что Гордума приняла генплан Солочи, этот документ без правил землепольной застройки, который тоже разработан, уже готов, но до сих пор не принят, генплан не работает. Потому что пока у нас не будет правил, с чего Солочи можно строить, как строить, какие очистные сооружения должны быть у этой стройки, это бессмысленный генплан. А Гордума тянет. Она тянула так же два года, когда генплан Рязани приняли в шестом году, а только правил застройки они в восьмом году приняли. Два года генплан не работал. Так же и Солочи. Еще тянут. Так что основная задача сейчас все-таки инициировать скорейшее принятие правил землепольной застройки. Как вы считаете, это строительное лобби действует в отношении законов? Конечно. До сих пор Солочи еще не поделили. И там печальный вообще опыт есть с этой Солочи. Я считаю, что все, кто захватил бывшие детские лагеря, будут сидеть за решеткой. Хозяин чайки лагеря сейчас за решеткой сидит. Рязанцы все его знают. Другой у нас есть там великий комбинатор. Сейчас был год назад избит, ограблен в своем особняке в Солочи. Сын бежал в Испанию, он сейчас сам все продает и убегает из России. Эту вещь рассказываете из телевизора. Это наша жизнь, да. И чем больше мы будем об этом говорить, тем люди будут больше понимать, что любой поступок, связанный с захватом общественной собственности, решением детей, людей, свободного отдыха в каком-то местечке около Рязани, он обязательно чреват последствиями. Ну, по поводу Солочи у нас вообще есть очень печальная информация, вышел труд ученых РГУ, природный потенциал, ландшафт Ржиданской области. Научная работа подчеркнут. 745 страниц, федеральное финансирование. Работа очень серьезная, очень, так сказать, кропотливая, все изучено. Брали пробы по пробам снега. Исследования два года проводились. В Солочи оказалось, так сказать, норматив содержания свинца в почве выше, чем в Мещерских лесах, примерно в шесть раз. И, значит, там через шесть лет почва Солочи уже не сможет больше адсорбировать свинец, который идет, из атмосферы поступает именно. И уже почва будет являться источником заражения. Ну, самое неприятное, что содержание нитратного азота в родниках Солочи в два раза выше предельно допустимой концентрации. То есть, вода из родника непригодна для питья. То есть, мы ее по привычке, ту же Солочи считаем, но, так сказать, легкими города и так далее. А эти легкие становятся, ну уж, извините за такое сравнение, все чернее-чернее. Да, это буфер. Вся беда Солочи в том, что это высокий берег, и она вылавливает все, так сказать, вынесы атмосферные от Рязанской ТЭЦ, от города Рязани выбросы. Ведь у нас трубы очень высоко стоят, по 300 метров, высота трубы. И вот все эти вещества оседают. И в Солочи и Мурманинские леса также по меди превышено содержание в почве допустимое. Вокруг Рязани, в общем. Да, совершенно верно. Поэтому существует ГОСТ 78-го года, в котором четко написано, что вокруг городов создаются буферные зеленые пояса. Из расчета 200 гектар на одну тысячу населения. То есть, вокруг Рязани должен быть зеленый пояс размером в 10 тысяч гектар. Площадь Рязани 22 тысячи гектар. Туда, в этот зеленый пояс, не обязательно леса входит. Это входит и пойма. Пойма является естественным отстойником грязи. Она все время, у нее концентрация, значит, свинца у нас в пойме Аки, к востоку от Рязани, вот река Листвянка, там вообще даже Капесочня, 100-1000 раз выше фона природного. Это влияние расцветмета за все его годы работы. То есть, вот этот буфер, он создается для того, чтобы вредные вещества осаждались вокруг города, как-то адсорбировались в почве, какими-то геохимическими процессами, природными процессами. И уже вот за этой буферной зоной можно развивать жилищное строительство, коттеджные и так далее. Поэтому вот такие выводы, их надо знать всем и учитывать, особенно при территориальном планировании. Европа давно отошла уже от принципа псевдо-ложной экономической целесообразности. У них экономическая целесообразность сохранения исторического природного ландшафта, сохранения здоровья населения и только потом интересы бизнеса и прибыли. И называется у них это ландшафтное планирование. У нас как было рвачество, так оно и осталось и усугубляется. Потихонечку мы двигаемся. В настоящее время... Все-таки есть позитив какой-то. Конечно. Правительство районной области вмешалось в застройку поймы Айки в районе Дядькова. 700 гектар хотели вывезти из сельхозугодий, застроить там какими-то коттеджами, домами, многоэтажками. Генплан отправлен на доработку, признан несредообразным эти земли губить. То есть есть какие-то проблески, но процесс очень длительный. Если Европа к этому шла столетиями, мы хотим это перепрыгнуть за какие-то 10-20 лет. Понятно. И еще, Андрей, последний вопрос в двух словах. Вот книга, я смотрю, «Зеленая книга». Называется «Озеленение города Рязань». Это ваша работа? Брашуточка, да. О чем она тут? Расскажите вкратце. Ну, значит, я проработал в архивах в 10-м году. И известно, что Рязани в 60-е годы, в начале 60-х годов, была в Центральной России на первом месте по числу зеленых зон, по озеленению, по красоте убранства города. Я все-таки решил выяснить, как же эту Рязану удалось. И на основе архива Рязанского государственного архива удалось поднять все документы, все распоряжения. Вот здесь вот также фотографии наши, здесь исторические. Значит, как Рязань это произошло? Ну, произошло чисто, так сказать, административным путем. Были разнарядки, простейшие разнарядки. Школа сажает столько, детский сад, магазин, завод. И вот поля. Пожалуйста, вперед. То есть научно-административная работа такая шла? Совершенно верно. Столько посадить, и столько... Да, и сейчас мне удалось встретиться с людьми, которые были участниками этой эпопеи. Они рассказали, где они копали эти липы, эти ясени, в пригородных лесах. Дело в том, что в Подлеске дерево через 6-7-8 лет умирает. Там темно, и маленькое дерево можно выкапывать и сажать на новое место. Это неограниченные источники деревьев, которые вообще ничего не стоят. Даже спасение деревьев. Да, ничего не надо покупать, нигде идти. Никому платить не надо ничего. Но здесь нужна воля. Именно воля администрации, руководства. Но она может быть только реализована под, так сказать, натиском людей. Андрей, спасибо. Мы будем вместе с вами, наверное, отслеживать, как что у нас происходит, как начинается эко-весна, так сказать, в Рязани. Ну и по основным моментам будем не то, чтобы проходиться, а будем на них всегда делать акценты. Вам большое спасибо. У нас в гостях был Андрей Петруцкий, наш постоянный участник наших программ, эколог, активный общественный деятель. Всегда вас ждем в программах. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город» 7 минут. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!